Эмма Эмма знает, как определить научный обман, потому что ознакомилась с инструкциями совета ТЭНК и информацией на сайте «Ответственная наука». Кроме того, в ее университете есть консультант по вопросам научной этики, у которого Эмма при необходимости может получить конфиденциальную консультацию. В каких случаях Эмме может потребоваться помощь в области этики исследований? Например, когда другой исследователь полностью или частично выдает работу Эммы за свою собственную. Или если, например, Эмма по какой-то причине не значится среди авторов совместной научной публикации. Когда исследователь подозревает, что в отношении него нарушаются принципы добросовестной практики научных исследований, ДПН, вопрос требует справедливого и объективного решения. Эмма письменно уведомляет ректора университета о своих подозрениях, инициируя процедуру проверки факта нарушения принципов добросовестной практики научных исследований. Заслушиваются все стороны, и вопрос решается беспристрастно и оперативно. Совет ТЭНК определяет и отслеживает процесс проверки. Установление фактов возможного нарушения научной этики отвечает интересам всех. Здесь на помощь приходит Финляндский национальный совет по научной этике, ТЭНК, и принципы добросовестной практики научных исследований, ДПН.